Музыка Пришли. Здравствуйте. 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 Вот любимую подружку привела. Любимую подружку зовут Наташа. Очень приятно. Наташа, мы сегодня встретились, чтобы начать совместные занятия и, в общем-то, что мы сейчас и сделаем. Ну что, мне повезло сегодня, что такая конфетка Барби пришла. И вот мне интересно, что бы ты хотела сделать со всем этим богатством? Ну, я бы хотела на каждом кусочком своего тела подкачать, чтобы это было красиво. Ты какие-то уже упражнения пробовала делать? Да, пробовала. Вот так же с Ютуба смотрела упражнения и повторяла. И помогала? Ну, просто я профессионально никогда не занималась. Приходилось как-то самой делать упражнения. Я на самом деле просто пою и основное время у меня уходит на вокал. И на ягодицы не хватает времени? Ну, вот так. Поэтому к вам пришла, чтобы мне это помогли. Хорошо. Я все правильно понял. Уменьшить талию, накачать грудь и попу. Да. Хорошо. И ты все-таки покажешь мне, что ты делала? Ну, вот эти, например. Сейчас мы займем позицию. Ты за что-то держалась? Сегодня нет. Ну что, ты мне покажешь, какие ты упражнения делала для ягодичных мышц? Да, домашние. Домашние. Домашний фитнес, да? Да. Ну, показывай. Вот. Примерно что-то так. Понимаю, ярно, да? Одну ногу, потом вторая ногу и по три захода. Потом вот эти упражнения я делала для боков, ну и косых мышц. А тут работают и ягодичные мышцы тоже? Да, ну да. Вот это домашние упражнения, то, что я... Сокращение ягодичной мышцы? Одна ножка, вторая ножка. Боковые вот такие упражнения были. Наташа, ну, все эти упражнения очень милые, которые ты показала мне. Ну, они милые. Они разминочные. Вот если человек не занимался спортом, то такие упражнения какой-то дают старт. Ты уже начинаешь что-то делать. Ты уже не сидишь на диване. А ты уже начинаешь. Ну, на самом деле, я вот с 13 до 17 лет занималась бально-спортивными танцами. То есть у меня еще по сравнению с этим еще растяжка есть. То есть я могу свободно сесть на шпагат, поперечный, продольный. В общем, у тебя великолепная растяжка и эластичность мышц. И дело в том, что когда ты занимаешься вот такими упражнениями, танцами, дома занимаешься фитнесом, домашним фитнесом, это очень хорошо и это очень хороший старт. Но для того, чтобы глобально поменять фигуру, это не подходит. Нужна тяжелая артиллерия. То есть надо серьезно заниматься с весом. Ты согласна на большие? Конечно, да, я согласна. На большие нагрузки. Красота требует уже. Так как Наташа согласилась на большие нагрузки, мы решили провести первую в жизни настоящую тренировку на тренажерах. Начать нужно с того, чтобы научиться делать специальные приседания для ягодичных мышц. Обычно все приседают вот так. И у них накачиваются ноги. Тебе это не подойдет? В принципе, тоже я это делала упражнение. И пошла только нагрузка на ноги, а пупа не видно. То есть вот здесь у тебя стало тверже, но... Ну да, как-то, а здесь результат один, потому что неправильно делаешь. Ты приседала не тем местом. Да. Сейчас мы будем делать тем местом. Смотри. Секрет в том, чтобы выпятить ягодичные мышцы. Вот, тебе нужно их выпятить. И чтобы это получилось, нужно руки для противовеса выставить вперед. Потому что если ты попытаешься выпятить и сесть, ты начнешь падать назад. Это так называемое приседание в стиле сумо. То есть, как только ты почувствуешь, что ты садишься на пятки и встаешь, упираясь полпятками, у тебя все получится. Попробуй. Встань как я и делай как я. Не-не-не, не спеши. Сначала надо расставить ноги. Широко? Широко расставить ноги, очень широко. Ага. Теперь все, больше пятки не двигай, а носки надо развернуть. Вот так или в так? Да, вот так. Вот так. Теперь ноги чуть-чуть уже, буквально на 10 сантиметров. Ап! Да. Хорошо, мы запоминаем это положение. Смотрим вниз на свои ноги. Запомнила? Да. Носки развернуты на 45 градусов. Теперь начинаешь одновременно приседать и выпячивать. Пока плохо. Ага. Смотри, я сейчас возьму тебя руками, и будет мануальный контакт с клиентом. Выпячивай. Не спеши, давай делать метод. Представь себе, что я тебя держу за колено, а ты должна наклоняться. Ага. Наклоняйся. Вот ты чувствуешь, что на пятке больше стола? Да, да, да. Вот. Да, да, да. Наклон вперед должен быть ровно на 45 градусов. Еще медленнее делай. Попробуй сесть намного глубже и намного больше наклона. Ага. Видишь, смотри, тут ты, когда стоишь, ты не должна наклоняться. Ты стоишь ровно. Сверхат такой и в попу. Да. Но по мере того, как ты выседаешь, ты колени разводишь и далеко назад ее отводишь. А в попу сложится вперед, иначе не будет техники. Работаем. Глубокий-глубокий наклон. Вот. Вот идеальный вариант. Почти идеальный. Еще раз. И если бы можно было чуть-чуть глубже сесть. Чувствуешь? Ага, да, да. Вот сейчас, да. Что ты чувствуешь? Чувствую нагрузку на попу. Отлично. Нагрузочка на ягодичные мышцы, да? Да, вот начиная отсюда, снизу ягодиц и заканчивая вот здесь, на поясницу отдает. То есть, фактически вся ягодичная мышца задействована. Да, да, я чувствую. Не порти технику, делай мед. Быстро невозможно запомнить, если ты первый раз в жизни делаешь эти специальные попные приседания. А теперь берем гантели по одному килограмму. Что ты об этом думаешь? Класс. Я хочу попробовать. Что, такие маленькие, да? Ну, маленькие, да. Давайте что-нибудь не по одному, а что-то по три. Надо уметь. Чтобы взлететь, надо сначала упасть. Ну, давайте взлетим тогда. А то, как упаду. Ора. Смотри, то, что ты мне показывала, вот это упражнение, при таком наклоне трицепсы практически не работают. Цель этого упражнения подтянуть, чтобы здесь ничего не болталось. Чтобы эффект был большой, нужно глубоко достаточно наклониться с прямой спиной и, глядя вверх, фиксировать руку в верхней точке. И тогда ты почувствуешь просто сказочное напряжение в трицепсе. Попробуй. Ага, замечательно. Так, повернись. Спину ровно. Наклоняемся. Не подседаем, наклоняемся. Я держу. Все. Фиксируем вверху руки и выпрямляем их до конца. Выпрямляем их до конца. И держи. Изгибай до 90 градусов. Опять до конца. До 90 градусов это вот так. Неси. Опять до конца держимся. Медленно, медленно. Ты должна почувствовать боль. Придимся уже. До конца, до конца работаем. Берем гантельки. Становимся в ту же самую позу. Давай, глубокий наклон. Ноги не сгибай. Ноги выпрямляем. Наклон. Чуть-чуть сокнутри ноги. Разгибай руки жестко. Прокачивай трицепс. Смотри вверх. Нагнись. Хорошо. Спина во всех упражнениях порогнута. Попа оттопылина. Подбородок вверх. Локти не двигаем. Сгибаем до 90 градусов. Наташа, нагнись. Потерпи. Такое упражнение. Что делать? Зато трицепс почувствуешь. 90 градусов, не больше. И вверх. Пауза. 90 градусов вверх. Почувствуй боль. Ага, чувствую. Мало. Нагнись. Хорошо. Еще. Еще, Наташа. Еще два раза. Раз. Держи вверху. И еще разочек. Почувствуй свой трицепс. Болит? Ага. Все. Но боли это хорошо. Возвращай контакт. В общем, ты извини. Во время тренировки я бываю очень жестко. Это правильно. На самом деле, сегодня первое занятие я очень нежный. Хороший полицейский и плохой полицейский. То же самое. Тренер вначале добрый, потом становится злой. Смотри, мы сделали одно упражнение для ягодичных мышц. Вообще, его надо делать со штангой. Но первый раз со штангой нельзя. Потому что могут сильно болеть ноги на следующий день. Ну и не только ноги. Мы сделали трицепсы. И теперь наступила очередь пресса. Почему пресс в последнюю очередь? Потому что один подход приседаний на самом деле сжигает жиры больше, чем 10 подходов на пресс. Для чего мы качаем пресс? Локального сжигания не существует. То есть у тебя жир на животе не будет сжигаться от того, что ты качаешь пресс. Никогда. Я вижу, для тебя это удивительный факт, да? Ну да. Мы просто подкачиваем мышцы живота, чтобы они были упруги. Но это тоже нужно. Ложимся на спину. Вернемся руками. За верх. Дома качаешь пресс иногда? Да, иногда. Сейчас проверим. Поднимаем согнутые ноги, грудь. Раз. И выпрячиваем их вперед. Сгибаем. Чем больше ты будешь закручивать вверх таз, тазобедренный сустав, тем больше мышцы пресса будут работать. Ну и так, пока ты не почувствуешь полную удовлетворение. Дыши. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Ничего, продолжаем. Должны почувствовать легкую, приятную боль. Выдох. Я вижу потенциал еще раз на 20 у тебя. Нет. Давай еще пять раз. Одну. Терпи. Выдох. 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 Все. Ну как? Что-то слабовато сегодня. Слабовато? Ну да. Ты почувствовала мышцы? Да. Ты имеешь в виду, что ты слабая? Первый раз, я же никогда так не качалась, поэтому первый раз у меня. То есть у нас с тобой сегодня первый раз, да? Да. Как мило это звучит. Но зато уже есть ощущение близких к стазу. Есть желание большое заниматься. Мы будем заниматься этим регулярно. Я думаю, что для достижения результата нужны регулярные тренировки. Да, и сила. Сила воли и сила физически. И правильное питание. Да. Вот что ты съела сегодня на завтрак? Сегодня я ела черешню, клубнику. Ничего себе. Да. И салатик. Это все вместе было или раздельно? Нет, нет, нет. Раздельно. Рыба с клубникой это? Вот так. Рыбу с салатом оставить, черешню и клубнику придется убрать. Да? Вот так. Потому что ты хочешь подсушиться. Да. Кажется, вода, сок. А оно? Да, это не просто сок. А теперь понятно, почему я летом поправляюсь. Потому что одни фрукты. Сто процентов. Да. Продолжаем тренировку. Наташа, почему я привел тебя тренировать спину, если ты пришла для того, чтобы накачать красивую большую попу? Ну. Казалось бы, связи нет, да? Ну да. Но, когда ты делаешь самые эффективные упражнения для тренировки ягодичных мышц, причем все вот эти махи, они довольно-таки слабоэффективны. Они как дополнение к тренировке, в принципе, могут нами рассматриваться. Приседания, выпады с гантелями, со штангой дадут тебе обалденную попку, но они нагружают поясницу. А у тебя есть вот здесь легкий лордоз, то есть попа природы выпеченная. Ты можешь себе сделать, соответственно, такую фигуру, как мулатка. Тебе осталось только подкачать ягодицы еще больше. И нагрузка на поясницу у тебя будет все время травмоопасная. Из-за этой формы позвоночника. То есть за красивую попу тебе приходится платить нагрузка на спину. Поэтому обязательно нужно укреплять спину в этом тренажере три раза в неделю. Тебе ягодицы не надо тренировать три раза в неделю. Лучше один раз, но очень тяжело. Чтобы неделю потом ходить и чувствовать боли в них. А вот поясницу три раза в неделю. Положимся на животик. Пятки под этот валик. Смотрим. И все будет хорошо. Так, спинка ровная. Руки берем, сводим. Не-не-не-не-не. Согни ручки. Сводим лопатки. И постоянно держим их сведенами. Смотри вверх. Вот сюда, на мой пальчик. Наклоняйся. И поднимаясь вверх, сжимаем ягодичные мышцы. Хорошо работаем. И ты должна почувствовать, как твоя попа сокращается. Ты ее стискиваешь? Нет. Стискивай. Сжимай. А, стискивай. Поднялись и пиковаясь сокращение ягодичных мышц. Этот прием поможет тебе не только поясницу прокачать, но и попу. В зеркало не смотри, смотри. Вверх-вперед. И в будущем можно давать дополнительный вес. То есть, пока со своим весом отлично работает. Делаешь вверх-выдох. Сильно сжимай ягодичные мышцы. Не спеши. Очень важно избегать сильного обратного перегиба. То есть, ты только до моей руки поднимаешься. И все. До касания моей руки. Но тебе уже становится хорошо? Ага. Значит, надо продолжать, пока мы не достигнем результата. Мышечного отказа. Выдох. И вверху подержали. Подержали. Напрягли. Сильно-сильно сдавили. Слезаем. Что ты повисла? Как тяжело. Ну-ка. Где ты чего? Покажи. В пояснице боль есть. Ну, прием. Нормальная боль. Не травматическая. Нет, нормальная. Терпимая. Смотри. Вообще нужно каждое упражнение делать по 3-4 подхода. Разминка, потом больше нагрузка, больше пару рабочих подходов. Сегодня мы делаем только по одному. Максимум два рабочих подхода. Чтобы боль в последующие дни была в пределах разумной. Чтобы ты не стала коллегой на неделю, а могла прийти на следующую тренировку. Ты придешь на следующую тренировку? Конечно. Обязательно. И ты будешь соблюдать диеты? Да, конечно. Ты обещаешь мне? Обещаю. Скажи, я буду. Я буду. Соблюдать диету. Буду соблюдать диету. И диету тоже. Теперь с нами будет Наташа. Если вам понравилось видео о том, как Наташа начинает заниматься спортом. И о том, как будет улучшаться эфирора, вам нужно только лайкнуть это видео. Оставить свои комментарии. И поддержите дело, что она в первый раз позанималась в тренажерном зале. И если вы будете поддерживать, то мы снимем еще ряд видео о том, как она тренирует свое тело и как оно совершенствуется. И что мы пожелаем нашим зрителям? Ну, приходите и попробуйте. Это очень интересно. И также для здоровья. В ближайший зал приходите и изо всех сил пробуйте. Желательно правильно. Чтобы вы придерживались наших советов и увидели, что они работают. Пока. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова